Приветствую любителей Москвы. Ну вот мы наконец-то можем посмотреть, как в итоге теперь выглядит место отдыха. Хотя все хочется сказать около кинотеатра Марса, но теперь это уже не кинотеатр, а районное центро Марса. Здесь вот на Туфевском шоссе. Вот, в прошлом году не удалось сюда попасть, потому что все было тут огорожено. Проходили работы по так называемому благоустройству фирменный стиль Собянина, да, его, так сказать, благоустройство. Ну и давайте посмотрим, что в итоге получилось. Ну вот видите, вместо таких народных тропок и асфальтированных тропинок сделали плитку. А вот теперь смотрите, вот здесь был очень красивый сквер хороший, пожалуй, единственное такое место, довольно затененное. Здесь вот как раз в этом месте отдыха. И смотрите, что в итоге, тут вообще все перекопали, полностью сняли весь слой. И смотрите, теперь фактически все ушло под воду. Ну понятно, тут, конечно, еще весна, там, да, может быть, что-то, может сказать, что еще что-то не отсохло. Но явно, что все тут сделали, конечно, с большими нарушениями. И в итоге получился просто какой-то кошмар. Ну, вы смотрите, да, то есть там, я так понимаю, что сделали, опять же, какие-то качели там, да, ну, любят у нас вон их. Опять еще качели сделали, вот эта вода, которой раньше не было. Здесь ипамины были, достаточно такие красивые газоны. Деревья, конечно, видно, что вырубили. Здесь было побольше деревьев, чем сейчас. Да, в итоге, вот теперь все озера воды. И вот туда, к этому аттракциону, теперь и не подойдешь. Вот так вот тут все устроили. Зато сделали полно разных тропиночек, новое освещение. Вот оно тут и было около пруда. Ну, не в самом этом сквере, а здесь оно и не нужно. А вокруг пруда оно было. Ну, и сделали вот теперь новое освещение, вот эти вот виселицы таких везде делают. Ну, сам пруд, ну, тут я уж не знаю. Ну, видно, что вот я немножко по-новому теперь оделал опять заново. Ну, по сути, пруд, он как был, так и остался. Да, вот велодорожку сделали, раньше не было. Вот, вон райцентр Марс, который недавно был открыт. Вот. И, конечно, качели. Я не знаю, зачем постоянно делают качели, вместо обычных скамейок. Такие хорошие скамейки стояли. Ну, вот теперь сделали качели. Ну, наверное, летом тут народу будет много кататься на качелях. Вот. Может быть, для влюбленных пар там, ну, для детей в основном. Я считаю, что все-таки качели, это основное для детей. Ну, помню, было время, когда я тоже на качелях катался. Но это было в далеком детстве, поэтому, ну, всему свое время. Ну, когда как-то взрослые качаются, не знаю, что это как-то... Это немножко странно выглядит, какое-то детство. Ну, вот. Ну, ладно, и зачем везде качели вот эти делаются? И тут, и там, во всех местах. Я так понимаю, что больше, наверное, не знаю, что придумать еще, кроме качелей. Вот. Вот здесь стояли скамейки. Кстати, очень удобные, хорошие стояли скамейки. Прямо вот здесь, здесь вот их довольно много было. Такие деревянные, со спинками. Все их почему-то убрали. Совершенно непонятно зачем. Так хорошо сидеть на скамейках было. Смотреть на пруд. Ну, на бывшие здания кинотеатра. Ну, сейчас пусть это райцентр, да. Ну, как говорится. Ну, вот тут, видите, что-то оставили. Ну, новые скамейки уже поставили. Видите, какой-то навес опять. Это тоже вот эти навесы постоянно. Немножко тоже в виде виселицы напоминают, да. Вот, либо пластиковые, либо с какими-то дырками. Ну, вот. Такой пруд. Весна никак все к нам такая настоящая не придет. Теплая, я имею в виду. Все еще пока до сих пор довольно прохладно. Хотя уже скоро май наступает. Ну, говорят, вроде, начиная с 3 мая, вроде как уже назовящее тепло будет. Ну, смотрите, вот эти сделали навесы. И в них, слава богу, скамейки они качели. То есть, все-таки хоть как-то можно посидеть. Ну, а вот эти навесы, в общем-то, конечно, не уверен, что они нужны. По-моему, без навеса было намного лучше. Просто обычные скамейки стояли, и все. Ну, кто-то может сказать, что, ну, вот они от дождя помогают. Ну, слушайте, ну, в дождь, а зачем в дождь вообще сидеть? И кто будет тут в дождь, когда дождь клещет, сидеть, смотреть на пруд? Все-таки это преимущественно территория для именно отдыха, когда тепло, солнышко светит, там все. Ну, вот еще поставили. Вот они все одинаковые, везде их сделали. Вон там, видите, скамейки. Ну, хоть деревянные, со спинками. Да, смотри, сделали вот эту пристань. Ее не было пристань. Ну, и там шезлонги понастали. Ну, вот эти площадки, они были, да, давно еще были. Вот они, шезлонги. Ну, я так понимаю, что понятно, что это для летнего времени, когда будет жара, и типа предполагается, что тут люди будут, соответственно, возлежать и, соответственно, принимать солнечные ванны, да, исходя из того, что мы видим. Тут и несколько группе сделали, и поодиночке. То есть, хочешь там с компанией, хочешь там в одиночестве, можно, так сказать, чуть в стороне отдохнуть. Вот просто обычная скамейка. Да, без спинки, без всего просто ряд скамейок. Тоже не очень понятно этот прием, ну, ладно. Так, ну, вот даже типа гамаков, да, то есть, пожалуйста, можно тут просто лежать. Ну, вот такие вот сделали вещи. Не знаю, я не очень понимаю вообще вот этих всех моментов, конечно. Часть пруда перегородили вот этой какой-то конструкции, и на ней, соответственно, делали разные лежаки разных видов, да, скамейки. Дело в том, что все равно здесь купаться-то нельзя. И я так понимаю, что в этом пруду, ну, я так понимаю, что ее не разрешат. То есть, в любом случае, это же не будет пруд для купания. Ну, как можно здесь купаться? Во-первых, он и довольно мелкий пруд. Ну, и кроме того, совершенно не приспособлены, вода грязная и все такое. Вот, поэтому, ну, в общем, просто чисто принимать солнечные ванны. Хочется же как-то искупаться, потом загорать, да, ну, как по-человечески-то, если так по-нормальному. Ну, а так просто, по-моему, это не очень хорошо. Ну, вот тут такой, как бы, детский уголок между церковью и прудом, разные детские спортивные площадки. Но они тут уже давно, эти площадки, достаточно уже в давних времен. Ну, правда, видите, тут тоже все было перекопано, тоже сделали плитку, ну, тут хоть воды нету, а это что-то, я такая типа планет, их тоже не было, вот эти конструкции. Ну, это моя планет солнечной системы, наверное. Ну, вот, и тут так, тоже, наверное, что-то такое познавательное и оригинальное. Ну, тоже на освещение поставили раньше, то, что тут не было. Ну, а зачем оно тут нужно, в принципе? Вот, деревья, конечно, проредили, тут побольше было деревьев, но в итоге зато сделали полно дорожек, естественно, при этом все выкорчевали. Ну, что-то оставили, конечно, не уж не все совсем. Ну, там храм торжества православия. И вот здесь, собственно, и заканчивается вот это вот место для отдыха. Оно как раз вот междуинженерной улицей, от которой вот как раз я начал. И вот досюда идет. И все, естественно, группируется вокруг этого пруда. Ну, вот так это все выглядит. Эта территория, ну, на мой взгляд, прошло ухудшение все-таки в большей степени. Почему? Ну, потому что вырубили все-таки довольно много деревьев. Эти все дорожки проложили. Все-таки главное это зелень. Скамеечки такие удобненькие убрали. Ну, пусть даже что-то и сделали, но все-таки убрали много. Поэтому, не знаю, на мой взгляд, все-таки немножко как-то хуже стало. Более какое-то голое все стало пространство. Нет уже, не может того уюта. Может быть, тут и уж никогда, особенно прям много зелени не было. Но все-таки явно побольше было. Ну, с другой стороны, конечно, это единственная тема территория для отдыха жителей Алтуфевского района. Ну, поэтому хоть что-то, да, это лучше, чем ничего.